Еще совсем недавно на востоке Украины бобер был настоящим сказочным персонажем. В начале 20 века его подчистую уничтожили. Практически до конца столетия мохнатого строителя плотин на Слобожанщине можно было разве что на картинке увидеть. Тогда ученые решили восстановить популяцию животных. В 80-х годах началась программа сновидения популяции бобрев. Они были выпущены, в Харьковской области. И вот минуло 20-летие, как они заселили с собой всю Харьковскую область. Зверьки облюбовали берега рек, каналы. Появили зубастые трудяги даже там, где ученые не ожидали их увидеть – на болотах. Увидеть, как себя чувствуют бобры съемочной группе объектива, не удалось. Осторожные животные, заслышав людей, затаились. О том, что здесь живут бобры, говорят, вырытые от одного озерца к другому канавы, поваленные деревья и вот такие завалы – хатки. Вот это и есть зимняя квартира семьи бобров. По меркам этих животных хатка невелика, всего 3-4 метра в диаметре. Скорее всего, там одна комната. Зато есть два отдельных выхода. Подводный – для удобного доступа к запасам корма. И надводный – чтобы можно было зимой подтаскивать новые ветви. Сегодня ученые и сотрудники нацпарка пришли проверить, насколько бобры расселились по заповедной территории. Говорят, по головам посчитать зверьков не получится. Численность определяют по косвенным признакам. Изучают, сколько корма заготовили бобры на зиму. Исследуют следы зубов на деревьях. Он должен быть глубокий, там, где бобер полноценно вгрызся в дерево. И должны быть четко видны края. Вот, например, резец. Вот видны края его резцов, как он прошелся по дереву. След замеряют с помощью штангель-циркуля. Ширина этого резца 6 миллиметров. Этого ученым достаточно, чтобы определить возраст животного. У нас есть специальная табличка, по которой мы смотрим возрастной состав бобров. И это у нас бобер второгодка. Измеряя весь кормовой участок, мы можем замерить как раз следы всех жизнедеятельностей, всех бобров. В начале лета бобры жили в соседнем озерце, говорят сотрудники нацпарка. На этот водоем зверьки перебрались ближе к осени и начали готовиться к зимовке. На этом водоеме точно известна здесь хатка. В том углу, с той стороны, куда мы подошли, там нора. Эту хатку они построили во второй половине лета. Она поэтому, видимо, маленькая, свежая грязь натянутая, почва поверх веток. Возможно, они будут зимовать в хатке несколько и в норе тоже несколько. По предварительным данным, сегодня в нацпарке живет 2-3 больших семьи бобров. Ученые говорят, если вдруг по каким-то причинам на территории области зверек вновь пропадет, как когда-то, обитатели заповедника восполнят популяцию. Андрей Кравченко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!